Всё, запустил. Вечественные отцы, братья, сестры, дети, кто присутствует. Начнём снова конференцию. Мы вчера немножко не закончили. Сегодня я постараюсь закончить вчерашнюю конференцию после общей братской трапезы или комученика и целителя Пантелеима. Мы закончили на том, что Александра Ковалюка присоединили к православию. И после присоединения была трапеза общая и лития в главном соборе. И вот после литии настоятель монастыря Архимандрит Мессаил поздравил Александра с присоединением к православной церкви и подарил ему в благословение икону Пресвятой Богородицы Акафь. Сия святая икона Пресвятые Богородицы, подобие, видом и размером чудотворной Афонской Зогровского монастыря, именуемой Акафистами и Предвозвестительницей, писана и освящена на Афоне и даруется от игумена русского на Афоне Пантелеимонова монастыря Архимандрита Мессаилы со всею о Христе братьею, новосоединившемуся во святой обители нашей со святой восточную апостольскую кафолическую православную церковью отныне духовному сыну нашему, рабу Божию Александру Кабалюку, жителю и подданному Австро-Венгрии, во благословение ему от святые горы Афонские, земного удела Царицы Небесные и нашей священной обители, во имя святаго и славного великомученика и целителя Пантелеимона, в благодатную ему помощь от всяких бед, зол и напастей, от всех и на всех врагов видимых и невидимых, и во укрепление его вторжеверным и послушным даже до смерти святой соборной апостольской православной восточной церкви. И я же глава, есть все святы, Господь наш Иисус Христос. Аминь. Архимандрит Мессаил вручил Александру икону со словами «Приимите от меня эту икону Божьей Матери и отвезите ее в свой край, как благословение Святой Афонской горы». Устами и руками царь Химандрита совершилось благословение Святой горы Горан-Карпатским. Эта икона в настоящее время находится в Свято-Благовещенском храме города Хуст. История прославления этого образа прообразовала собой историю Карпатской Руси, и недаром икона Божьей Матери носит второе имя «Предвозвестительница». Память 10 октября по церковному стилю, 23 октября по гражданскому календарю. В XIII веке, после четвертого крестового похода, разгромившего вместо мусульманских войск Константинополя, не без вины самого византийского императора, часть рыцарства, вдохновляемая Римом, решила захватить Афон, чтобы подчинить его папе Римскому. Афонский старец, живший близ Зогровского монастыря, читал Акафист Божьей Матери пред иконой, и вдруг услышал от нее голос «Радуйся, и ты, старец Божий, не бойся, но иди скорее в монастырь и объяви игумену и братье, что враги сына моего и мои уже близко. Кто слаб в духе терпения, тот пусть скроется, пока пройдет искушение, но желающие страдальческих венцов пусть остаются». Едва старец вошел в монастырь, как увидел, что икона опередила его, часть братьев скрылась в горах, а 26 иноков, включая настоятеля и старца, заперлись в башне вместе с заступницей рода христианского. На льстивые речи и обещания обогатить в случае подчинения Папе Римскому иноки ответили, «У нас глава церкви Христос, и мы все скорее умрем, чем дозволим осквернить святость этого места вашим насилием». «И враги, разъяревшись, заживо сожгли мучеников, обложив башню хворостом, под пеплом православные потом обрели нетленную икону Акафистную, предвозвестительницу, и она спустя века, отправившись на Карпаты в точном списке в руках святаго-исповедника, предвозвестил ирусинам, что они примут страдальческие венцы мучеников и исповедников за верность Богу. Старцы Афона направляют Александра Кабалюка в Россию для получения священического сана». Здесь начинаем следующую конференцию. Продолжение предыдущей. Еще со времени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и их учеников на Закарпатте торжествовала православная вера. «Вытесненный в горы народ сохранил ту нравственную чистоту, без которой невозможна верность Богу. Кто хотел более легкой жизни, становился мадьярином или поляком, чтобы сытнее жить на равнине. А те, кто свято хранил веру и имя своего народа, оставались жить в глубине Карпатских гор, и их потомки зачастую не жалели самой жизни ради чистой веры в Бога. Александр Кабалюк происходил из самого глухого места Карпат, в Гуцульщине, где самые высокие и крутые горы до сих пор заставляют людей просеивать землю от камней на крошечные огороды, чтобы с великим трудом получить урожай. Глодородный слой земли здесь часто не достигает даже 30 сантиметров. И обрабатывать ее надо осторожно, чтобы не поднять на поверхность безжизненный грунт. Жизнь в этих местах требовала от человека большого смирения, способности к выживанию в суровых и тяжелых условиях, различных необходимых навыков и способностей к труду, трудолюбиям, твердости духа, упорства, любви к родине и близким людям, помогающим жить на этом Богом данной земле. Эти качества помогали карпатским русинам в их стоянии за веру предков и Бога истинного. Земли Мараморыша лежат на меридиане Афона, и здесь течет время, минута в минуту, одинаковое со Святой Горой. Может, и поэтому Господь своим промыслом определил сильную тягу молодых карпатаросов к Святой Горе и особой связи старчества за Карпатья с Афоном, получив благословение преподобных отцов Святой Горы, будущий преподобный подвижник и исповедник архимандрит Алексей Карпатарусский пребывает в Закарпатье. Православие распространялось в народе все сильнее и сильнее, несмотря на репрессии, особенно быстро это происходило в Мараморыши, мраморной белой долине Тисы, русской белокурой реки, как ее любовно называл народ, и где, как считалось великий учитель славянства, русин Адольф Добрянский, издревле жило племя белых сербов, называвшихся русинами, вместе с жившими к западу племенами белых хорватов. Здесь, опираясь на более чем десяток монастырей, помогая движению опришков народных мстителей, укрывая православных священников, бежавших с запада, народу удалось сохранить православие до конца XVIII века, продержавшись полтора века в борьбе с ненавистной Ужгородской унией 1646 года и Австрийской империи. Лишь террор, обман и изоляция могли лишить русинов родной веры. Но теперь русины стали узнавать правду, ехали в Америку, где было православие, и сербы православные были близко, поэтому оставалось врагам православия только одно оружие – террор. В Хусте, втором по значению городе Мараморыша, после Мараморыш-Сигота, снова собрался тайний съезд православных русинов. Ближайшим селом к городу Хусту было село Иза, где еще в 1903-1904 годах множество крестьян увезли в Мараморыш-Сигот, где судили за государственную измену, который считался для русинов переход из греко-католической веры в веру православную. Сейчас шел 1909 год. С неимоверным трудом жителям двух сел Изы и Великих Лучек удалось официально перейти в православие и войти в сербскую православную церковь. Но власти не допускали на Закарпатье ни одного священника. Для совершения таинств нужно было ехать многие версты до сербских храмов. Но народ был слишком бедным, чтобы большинство могло это сделать. Если еще 10 лет назад православное большинство было только в трех селах Иза, Великие Лучки и Берехово, то теперь десятки сел стали православными. Собравшийся народ по предложению униатского священника русофила Бочинского, служившего в селе Ясеня, решил послать в Россию Александра, как самого достойного русина, для принятия священного сана. Обучение карпоторосов богословию стало возможным после того, как тщанием активного карпоторусского деятеля Алексея Геровского от епископа Холмского Евлогии было получено разрешение на обучение карпоторосов и двухклассной богословской школе в двухклассной богословской школе при Яблочинском Свято-Ануфриевском монастыре близ Бреста Литовского на земле, где многие века страдал православный народ под польским игом и продолжал страдать. Ибо после присоединения к России край остался в административном управлении польской шляхты, презрительно назвавшей измученный православный народ хлоп или холоп. Ипох, так смешно для польских дворян звучало нищее бесправное крестьянство и такое же нищее и бесправное православное духовенство. Много лет епископ Холмский Евлогий, печальник Холмской Руси, пробивал через Государственную Думу законопроект о выделении края из Польши в новую российскую губернию, что произошло только в 1914 году. Бесконечно тронутый любовью родного народа, чувствуя многие святые благословения и пламенные молитвы за него, Александр отправился в Русское Царство. По неизреченному промыслу Божьему ему суждено было стать монахом в Холмской Руси и священником Бога Вышнего. В 1909 году Александр Кабалюк поступает в Яблачинский мужской монастырь и принимается в богословскую школу. На Холмской Руси, в Свято-Ануфриевском монастыре, Александр учится стремительно, понимая, что каждый день, каждый час его народ страдает под игом и молит Бога об утешении таинствами Православной Церкви. В кратчайшие сроки святой постигает богословие и все необходимое для священника. 25 марта 1910 года по благословению епископа Холмского Евлогия Архимандрит Серафим совершил постриг Александра Кабалюка, будущего Христова Исповедника, в Малую Схиму с наречением имени Алексея в честь преподобного Алексея Человека Божьего при пострижении старцем и наставником в монашестве новопостриженному монаху Алексею был назначен иеромонах Сергий Королев, наместник Яблачинского монастыря, впоследствии епископ Пражский и епископ Казанский. Для поставления во священника необходимы были документы, удостоверяющие личность. И в Австро-Венгрии 50 русинов из разных сел поставили свои подписи на протоколе и получилось по воле Божией, что святой, у которого жандармы отобрали документы, имел удостоверение личности для службы Богу не от австро-венгерских мучительских властей, а непосредственно от своего многострадального народа. 11 июля 1910 года епископ Евлогий рукоположил монаха Алексея во Иероньякона. По совершению 40-го, 15 августа, в день успения Божьей Матери, владыка Евлогий совершил хиротонию в иеромонахе. После этого церковь дает иеромонаху Алексею Кабалюку послушание, которое становится делом всей его жизни служить священникам в Закарпатье. Епископ Евлогий снабжает иеромонаха Алексея Антиминсом, выделяет комплект походного храма с раскладным иконостасом, шитым на полотне, иные богослужебные принадлежности и направляет на Афон. Иеромонах Алексей имел на руках паспорт, подданного Российской империи и российские иноческие документы. Дальновидный архипасты предусмотрел необходимость замены российских документов на афонские. Это было необходимо, чтобы ослабить внимание венгерских властей и облегчить вращение нового рукоположенного священа Инока на родину, к ожидавшему его скорейшего прибытия народу. Владыка составил прошение к настоятелю Пантелеимоновского Афонского монастыря, чтобы подателю выдали документы как монаху Пантелеимоновского монастыря, дающие ему возможность возвращения в Австро-Венгрию. Так, в 1910 году Иеромонах Алексей во второй раз попадает на Святую Афонскую гору. Схимонах Динасий был очень рад встрече. Святогорцы встретили молодого Иеромонаха как родного. Здесь отец Алексей пожил 4 месяца. Игумен Свято-Пантелеимонового монастыря архимандрит Мисаил радушно принял его, разрешил служить в монастыре, а также добился разрешения у протата Святой горы на служение Иеромонаха Алексея во всех монастырях и скитах Афона. Получив документы, золотую чашу, при облачении книги, иконы, архимандрит Мисаил написал удостоверение, подтверждающее, что Иеромонах Алексей Кабалюк является насельником Свято-Пантелеимоновской обители и направляется в Карпатскую Русь. Этот документ подлежал утверждению со стороны Константинопольского патриарха как канонического епископа Святой горы. Поэтому Иеромонаху Алексею предстояло с Афона направиться в Константинополь. Пробыв еще некоторое время на Афоне, он отправился к вселенскому патриарху Иоакиму в Константинополь. Патриарх любезно принял молодого священника, он немного говорил по-русски, что упрощало беседу. Отец Алексей поведал правду русинов о положении дел в Карпатской Руси и просил обменять российские монашеские бумаги на афонские, чтобы их не могла конфисковать полиция. Патриарх выслушал слово о великом страдании и терпении православных христиан Карпатской Руси с сердечным пониманием и сочувствием. К этому времени православные греки уже более четырех веков страдали под турецким игом, терпя муки и унижения за святую веру. Потому бедственное и угнетенное состояние карпатароссов было понятно первосвятителю. Патриарх Иоаким, понимая политическую сложность решения поднятого вопроса, уклонился удовлетворить прошение отца Алексея и рекомендовал ему обратиться в сремские каркарловцы к сербскому патриарху, главе православной церкви Австро-Венгрии. Он сказал иеромонаху Алексею, «Я вам выдам акт, что в моей патриархии можете служить, а что касается Венгрии, то я поручаю вам, чтобы вы посетили патриарха Карловацкого в Венгрии». Патриарх Константинопольский подтвердил удостоверение, выданное отцу Алексею архимандритом Мисаилом, и выдал грамоту на греческом языке с благословением на служение. После чего благословил святого на путь исповедничества и направил в сербскую православную церковь Австро-Венгрии великого борца за православие. Преподобный Алексей прибыл в родные Карпатские горы к великому посту 1911 года. Сразу поспешил к патриарху сербскому Лукиану Богдановичу в Сремские карловцы, которые... Отец, а можно на секунду вас приостановлю? Секунду, запись. Все, давайте. Все, нормально. Преподобный Алексей прибыл в родные Карпатские горы к великому посту 1911 года. Сразу поспешил к патриарху сербскому Лукиану Богдановичу в Сремские карловцы, который ласково и радостно принял ревностного служителя Церкви Божией. Святитель знал и понимал, на какой великий, трудный, богоугодный, истинно апостольский подвиг подвигает себя молодой священномонах. Здесь вот на презентации вы видите, можете прочитать, что патриарх Лукиан направляет иеромонаха Алексея в должности помощника межкольдского протея. Отец Алексей устроил в Ясине домовую церковь, которую оборудовала складным иконостасом и другой церковной утварью, вывезенной им из России. Помимо богослужебной деятельности, он зарабатывал себе на пропитание трудом, работал простым точильщиком, не желая обременять своих прихожих. Приезд отца Алексея на Закарпатье вызвал озабоченность мадьярских жандармов, которым он предъявил грамоту патриарха. Они отослали эту грамоту в Будапешт, откуда было получено разрешение отцу Алексею служить в Ясине, не выезжая за пределы села. Но отец Алексей видел огромное количество православных русинов, нуждающихся в священнике, и постоянно предпринимал попытки выезжать в различные селения Закарпатья. Его множество раз арестовывали жандармы, но он не оставлял свою подвижническую деятельность и объехал множество деревень, в которых многие люди в первый раз видели православного священника. Возвращение иеромонаха Алексея в родные места принесло русинам едва ли не пасхальную радость. В селе Иза на богослужение собралось несколько тысяч человек. Одних причастников было целое тысяча. В этом селе он в один день крестил 200 детей, а в течение двух дней крестил 400 крестьян из соседних сел. Почти не зная отдыха, отец Алексей совершал требы, крестил детей, венчал молодоженов, ежедневно служил божественную литургию, порой по несколько недель подряд. Происходящее в Изе всколыхнуло и другие села Мараморыши. Так, что вскоре после проповеди отца Алексея около 14 тысяч человек вернулись из унианства в православие. Об этом сообщала венгерская газета «Оз Ешт» вечер. Все эти события наглядно свидетельствовали о размахе православного русского возрождения в Угорской Руси. Ревностного священника Божия разыскивали австро-венгерские жандармы. Так что он был вынужден ходить в светской одежде и пробираться глухими дорогами в разные села. Его помощники помогали доставлять туда разнообразный разобранный походный храм, так как в захваченных униатами церквях служить было невозможно. Многие годы православные были в униатской блокаде и за исключением зажиточных крестьян, которых было очень мало, ехавших к сербам. Остальные не могли долгие годы ни креститься, ни венчаться, ни отпевать, ни причащаться при чистых христовых таях. Две недели благословенный иеромонах тайно совершал богослужения в Мукачеве, в епархиальном центре, захваченном униатами к концу XVII-начала XVIII века. Служил ежедневно, почти круглосуточно. Постоянно сменялись прихожане, а он оставался, чтобы утешить новых и новых христовых чад. Всюду теперь преподобный Алексий приносил с собой торжество православия. Долго на одном месте находиться отец Алексий не мог. Не мог он также и передвигаться явно. Было время гонений, и великие лучки святого привезли на подводе, скрыв огромным ворохом соломы. В Марамурыш апостол Закарпатья поехал в крестьянском платье вместе с Михаилом Полканинцем, страдальцем за веру, и тайно служил у него дома в Хусте. Оттуда ему пришлось поспешно выехать в свое родное село Ясеня, на Гульцульщине, чтобы избежать ареста. А затем он тайно в одежде простого селянина весь 1911 год от Рождества Христова обходил родное Закарпатье, всюду принося великое утешение страждущему православному народу. Великий Святой духовно окормлял десятки тысяч единоверцев и укреплял их перед еще более лютыми гонениями. Слава о православном батюшке разошлась по всей Карпатской Руси, чем были весьма обеспокоены власти. В ответ на стремление Русин обрести исконное православие со стороны властей усилились гонения. Жандармы окружали церкви, обыскивали дома, отпирали книги, образа, крестики и молитвенники. На крестьян налагали непосильные денежные штрафы. Во все села были введены жандармы, закрывались молитвенные дома. Всех, перешедших в православие, сажали в тюрьмы, но в ответ все новые села переходили в православие. В начале 1912 года преподобный Алексий опять поехал в село Великие Уручки, близ города Мукачево, и там исповедника удалось выследить австро-венгерским властям. После торжественного богослужения и проповеди, в которой преподобный утешал и укреплял свой народ, говоря про необходимость молитвы к Богу, о даровании сил, чтобы выдержать мучения за веру, вдруг неожиданно в переполненный людьми дом ворвались в мадьярские жандармы. «Не бойся, малое стадо, Христос посреди нас», воскликнул преподобный Алексей и обратил взор на изображение распятого Господа со слезами моля об укреплении перед мучителями. Жандарм, угрожающего, просил, «Что вы здесь делаете?» Святой спокойно заговорил с ним по-венгерски, чтобы успокоить православных, как будто ничего особенного не происходит. Но жандармы выгнали всех, набросились на него и связали, после чего сотнями мужчин, женщин и детей повели в тюрьму города Мукачево. А вслед за арестованными шла еще более огромная толпа православных, плача, крича и протестуя против беззакония. Под конвоем исповедника доставили в родное село под домашний арест. Но божий избранник сумел опять тайно пойти по родной земле к страждущему народу, ищущему правды Божией. Все православие Бога своего святого. Все ждали, когда к ним придет священник-благовестник, но особенно его ждали в селе Иза, духовной столице православного Закарпатья. В 1885 году приходской священник села Иза отец Иоанн Раковский, принявший в Россию православие, был отравлен волей австро-венгерских властей и сподобился здесь мученической кончины за истинную веру, приняв причастие не из рук уняцких лжепастырей, а от самого Христа, принявшего душу своего верного служителя. Ранее мы говорили об Иоанне Раковском. Он официально не вышел из униадской церкви, но тайно в России принял переход в православие. Видимо, эта информация дошла до властей, поэтому они убили священника. Во время борьбы с унией село приютило мучимого и гонимого православного священника отца Михаила Росвиговского с села Росвиги по фамилии Андрео. Отец Михаила писал с неизбывной силой правды, мучений и притеснения православного человека и показал силу русинского народа и честь духовенства. Лишившись возможности быть семьей в Мукачеве, отец Михаил до самой кончины в 1710 году отстаивал веру в твердыни православия Мараморыши. В 1903-1904 годах австро-венгерские власти судили за веру мучимых исповедников божьего села Изы на процессе, который вошел в историю, как мы уже говорили, первый Мараморыш-Сибодский процесс. И сейчас село было под оккупацией и непрерывным террором. Если девочек, подростков, желающих стать монахинями, загоняли зимой в ледяную реку и держали часами, раздев, били до утомления плеткой, обливали на 30-ти градусном морозе множеством ведер ледяной воды и водили после этого на показ по селу, едва позволив опоясаться лохмотьями порванных и растоптанных платьев, то мужчинам ломали палками кости, и поэтому в ИЗе были люди, отдавшие жизнь за Христа. Семьи теперь жили под домашним арестом, и относительная свобода передвижения вне дома оставалась только у детей. Зная эти мучения, преподобный Алексей тем сильнее стремился душой к страждущим братьям и сестрам. Наученный Богом, он смог, пользуясь поддержкой сербской церкви, к которой официально смогли присоединиться православные Изы, получить законное разрешение властей на трехдневное пребывание в ИЗе и богослужение. Такое же разрешение удалось получить и для пребывания в селе Великие Лучки, поскольку там тоже православные сумели официально присоединиться к сербской церкви. Соединенными силами сербов и русинов удалось одержать великую победу. Власти были в растерянности, ведь отец Алексей сербским патриархом Лукьяном Богдановичем официально был назначен в помогающие священнику отцу Гавриилу Аврелию Мачку, настоятелю прихода в городе Мишкольц. А к этому приходу были приписаны два героических русинских села. Все было нарочито законно, и святой приехал в многострадальную ИЗу, несмотря на ярость начальника жандармов в Хусте, который ничего не смог возразить и выдал требуемое разрешение. В этот день 1912 года был праздник Сретения Господня, и сам Господь в лице своего святого служителя посетил ИЗУ. Святая радость переполняла сердца исповедников, большинство из которых впервые в жизни увидели православного священника исподобились таинств Святой Православной Церкви. Счастье народа было безмерно великим. Верующие от радости, что наконец-то начались церковные службы, пели Христос воскресе. Богослужение проходило при таком многолюдстве и сплоченности, что начальник жандармов писал в доносе губернатору в Мараморо Шсигот, нужно перестрелять весь народ в ИЗе, и только тогда можно взять от них священника. Народ заполнил битком не только дом, в котором совершалось богослужение, но и двор, и сад, куда с открытых окон и дверей было слышно пение. После проповеди святого народ заплакал, как один человек, от выстраданного годами счастья в преддверии новых, еще более страшных испытаний. Власти ополнились от первоначальной растерянности и больше нигде не дозволили служить исповеднику. Эта миссия отца Алексея в ИЗе произвела на весь карпоторусский народ сильное впечатление, что послужило толчком к движению за возрождение православия. Иеромонах Алексей тайно обошел многие села, в которых возродилось движение за православную веру. Всех он укреплял, утешал и ободрял, уверяя, что Божия помощь их не оставит. Во время этих поистине апостольских путешествий верующие оберегали своего апостола и помогали ему скрываться от джандармов. Некоторое время он жил в Хусте, в самом центре гонителей православия. Здесь в доме Михаила Полканинца была устроена домовая церковь, в которой отец Алексей ночью совершал богослужение. Он сам говорил, что брал с верующих клятву не отступать от православной веры даже при угрозе смерти. И сам же следовал этой клятве первой. Его несколько раз арестовывают и держат в имперской тюрьме. После освобождения архипастыри посоветовали ему уехать в Америку подальше от репрессий. На отца Алексея началась настоящая охота. Слежка была многократно усилена. Вскоре он практически не мог продолжать свою деятельность и он вынужден был в 1912 году уехать в Россию, а затем в Америку, где находилась большая Карпатарусская колония. Там он вместе с священно-учеником Александром Хатовицким продолжал свой миссионерский подвиг, окормляя общину американских русин и сотни тысяч карпатароссов вернулись к вере отцов. Но сердцем своим иеромонах оставался с Карпатской Руссией. Отец Алексей вел обширную переписку со своей карпатарусской паствой, участвуя в жизни православных общин края письмами и добрыми советами. Австро-венгерские власти стали арестовывать каждого, кто получал письма с американской маркой. В тюрьму были брошены несколько сот человек, в том числе все родственники отца Алексея. Жители села Ильза собрались на молитву у крестьянина Матисима Прокопа, а его племянница Иулиания Прокоп в 1913 году пострадала за Христа и стала Святой Исповедницей. Дальше будет о ней упоминание. Совсем юной девушкой она организовала в селе православную женскую общину, которая жила по монашескому уставу. Жандармы прибегали к пыткам. Православных подвешивали к дереву так, чтобы ноги не доставали до земли. Через час такого весения из носа, горло, ушей, текла кровь. Если несчастный начинал терять сознание, его поливали водой и продолжали истязание. В селе Лежие под пыткой умерла женщина. Многие прошли мучилищное древо, но от православия не отреклись. Другие искали спасения в лесах и горах. Так 11 девушек, которых наставляла сестра отца все Василиса, тайно приняли постри, удалились в горы, построили в лесу дом и жили там по монашескому уставу. Жандармы, узнав об этом, нашли их, сорвали одежды и в одних рубашках загнали в реку, продержали в ледяной воде два часа, а затем бросили в тюрьму. Вот имена этих святых исповедниц. Мария Вакарова, Пелагея Смолик, Анна Вакарова, Мария Мадор, Пелагея Тусть, Пелагея Щербань, Параскева Щербань, Юлианна Азай, Мария Пракун, Мария Давганич, Анна Камин. Это было в 1913 году. 23 июля 1913 начался второй Мараморо-Шсиготский процесс. Венгерский королевский прокурор Андор Ильиш в Мараморо-Шсиготе предал суду акт, передал суду акт за номером, в котором говорилось «Мною обвиняются Александр Кабалюк в иночестве Алексей. 36 лет униатского вероисповедания, лесной рабочий, русский монах, родившийся и живущий в Ясенях. Далее перечислялись еще 94 обвиняемых, в том числе православные священники отец Григорий Грицвак и отец Николай Сабов, остальные крестьяне села Иза. Отец Алексей Кабалюк добровольно вернулся из США. Означенные лица писал прокурор находятся в сношениях с графом Владимиром Бобринским, русским подданным председателем Русского Национального Союза, членом Думы и Синода с Евлогием Холмским, Антонием Житомир Волынским, православными русскими епископами, Сафонскими, Холмскими, Киевскими, Почаевскими и Яблачинскими монахами и получают от них денежную поддержку. С этими лицами, кроме того, с врачом Романом Геровским, адвокатом Алексеем Геровским и инженером Георгием Геровским в Черновцах Буковина, они вошли в соглашение с целью обратить униатских жителей государства, живущих в Марамороше, Угоче и Перей в православную русскую веру. Все это делалось с целью присоединения значенных территорий к русскому государству и подчинения их скипетру русского царя. Руководствовались они отчасти соображением материальной выгоды, отчасти же любовью к православной русской вере, которая служит национальной идее. Специально прибывший на процесс граф Бобринский дал достойный ответ, подловив обвинителей на элементарной нелепости обвинений. Указывается, что в двух корчмах православные предъявили копейки и рубли. Это свидетельствует, что движение поддерживается из-за границы. Какая наивность! Неужели бы мы не сумели разменять рубли на кроны ранее, чем раздавать их угророссам? Прокурору хорошо известно, что нематериальные выгоды ищут православные. Не богатеют они, они разорены штрафами, постоем войск и тюремным заключением. Но прав, вполне прав прокурор, когда он говорит, что его жертвы руководствовались любовью к православной русской вере. За это, конечно, их и держали в тюрьме, за это их ныне и судят. Последнее слово на процессе взял отец Алексей Кабалюк. Он торжественно заявил, где правду ищут, то место святое, как церковь. Здесь предстоят верующие. И я, как священник, я в этом храме присягаю, что я невинный и ничего не делаю против Отечества. Все то, что мы совершали, делали во имя религии, а потому в этом деле последнее слово скажет Христос. Обвиненные зарыдали, тронутые этими словами. Председатель Сената нетерпеливо закрещал на отца Алексея. Кабалюк продолжил свою речь. Какой не будет приговор, мы его примем. Если нам придется страдать, мы будем страдать за Святое Дело. Я прошел три части земного шара, был в Америке. Когда узнал об обвинении и немедленно поспешил домой, тянула меня любовь к Отечеству. Если стадо страдает, место пастыря среди страдающих, там в горе он поднял руки к небесам. Там знают, что нами руководить только религиозная правда, а не против государственной деятельности. Разбирательство длилось два месяца. 3 марта 1914 года был оглашен приговор. Отец Алексей Кабалюк был осужден на 4 года и 6 месяцев и штраф в 100 крон от 6 месяцев отец Николай Сабовок на 3 года, остальные от 2 с половиной лет до 6 месяцев. Сразу же после окончания суда царь-мученик Николай II демонстративно даровал Алексею Кабалюку золотой наперстный крест за его исповеднический подвиг, а в православных храмах России были проведены молебны во славу его подвига. Во время процесса ночью жандармы ворвались в село Иза и схватили Иулинию Прокоп с сестрами. Их отправили в казармы, где долго пытали, заставляя отречься от православия. Затем, облив на морозе водой, жандармы вывели девушек на улицу для устрашения селян. Здесь их обнажили и долго нещадно били. Они выводили исповедниц босыми с неприкрытой грудью, долго водили их по селу, издевались, надеясь на отречение от православия. Однако улицы села были пусты, а жители с негодованием отнеслись к беззаконию, хотя помочь ничем не могли. Унианский священник Андрей Азарий, который вызвал полицию, велел привезти к себе Иулианина. Он снова пытался убедить ее отречься от православия, обещал заступничество, если она хотя бы притворно отречется от московской веры. Говорил, мне жаль тебя, зачем ты такая юная обрекла себя на истязание. Однако Иулиания осталась непоколебимой и пытки продолжались еще три месяца. Никто из сестер Иулиании также не отрекся от православия. В начале 1914 года из России всего Иза прибыли иеромонахи. Отец Амфилохи Василий Камин, отец Матфей Василий Вакаров и отец Серафим впоследствии он был убит на войне. Они сразу же были арестованы и отвезены в город Хуст. Первых двух выпустили из тюрьмы и отправили под домашний арест. Отца Серафима отправили в армию. Когда началась Первая мировая война был арестован отец Амфилохи и 40 крестьян. Он был приговорен к четырем годам тюрьмы. Иулинию с сестрами тоже арестовали и под конвоем отправили в город Хуст. Перед вступлением в этот город русской армии тюремщики отпустили сестер. После отступления русских сестры остались верны православной вере, собираясь для молитв ночью. За духовным руководством они ходили к отцу Амфилохи в кошицкую тюрьму в 1917 году. Снова домашний арест. Всех сестер Отец Алисей, прошу прощения. Ой, отец Ян, потому что времени очень много уже. Да. Надо стараться. Хоть и правда очень интересно, правда, но тем не менее, конечно, регламент есть у нас. Я закончу такими словами. Жизнь и подвиги святого подвижника, исповедника православной веры проросла в душах всех русин. Эта вера укрепила всех православных христиан в Карпатских горах. Многие молодые люди, мужчины и женщины прониклись глубокой любовью к Богу. Многие юноши, видя великий пример подвижничества пастыря Церкви Божией, становились на тот же путь, принимали священство, давали монашеский обет, и так же, как Архимандрит Алексей, спасались сами и спасали души других православных людей. В числе их был и наш старец Схерхимандрит Георгий Савва. На этом закончим. Да, хорошо, благодарим, отец, благодарим. Но все-таки нас стараются Савва.